Без НДС и акцизного сбора. С 1 января электромобили в Украину возят на льготных условиях. Они будут действовать год. Насколько электрокары станут доступнее для украинцев? В сюжете Оксана Прыжко. Богдана, водитель с 10-летним стажем за руль автокара, пересела два месяца назад. Говорит, если бы купила экоавтомобиль в 2018-м, после отмены НДС и акциза, сэкономила бы около 2000 долларов. Впрочем, не расстраивается. Подсчитала, эти деньги с электрокаром сэкономит в течение года на бензине. Ривну в 10 разів – це дешевше. В 2017-м в стране их было продано менее 100 штук. А в прошлом году количество приблизилось уже почти к 5000. Импортеры привозят электрокары под заказ. У нас сумасшедшие темпы роста рынка электромобилей. Тут мы в пятерке мировых лидеров по итогам 2017-го. В прошлом году автомобили было продано около 3000 штук. Из них 300 новых. В следующем году можно ожидать увеличения продаж до 10 тысяч или даже более электромобилей. Спрос на электромобили усилят нововведенные льготы, уверены импортеры. После отмены НДС и акцизного сбора авто подешевеют на 17%. Покупатели сэкономят от 2,5 до 20 тысяч долларов в зависимости от марки и года выпуска. Бюджетный сегмент рынка, на который приходится 90% продаж, потеснят электрокары премиум-класса. Отмена НДС и акцизного сбора сделает более привлекательной стоимость дорогих электрокаров премиум-сегмента. К примеру, 4-летнюю Теслу до 100 тысяч километров пробега можно будет купить на 5 тысяч долларов дешевле, а Тесла Х на 20 тысяч. В то же время самые популярные ходовые Ниссаны Ли в 2013-2014 годов выпуска вряд ли существенно подешевеют. Их выпуск ограничен, спрос повышается. Соответственно, повышаются и цены на зарубежных аукционах, где мы их закупаем. Поэтому, я думаю, в 2018-м будет перекос спроса в сторону поддержанных автомобилей премиум-сегмента. У нас уже заказали две Теслы. Они более комфортные, престижные и автономные, с зарядом батареи на 350-600 километров. В 2017-м в бюджет Украины от ввоза электрокаров поступило 115 миллионов гривен НДС и акциза. По мнению импортеров, государство не проиграет после отмены этих налогов. Остается налог в пенсионный фонд, в который каждый покупатель платит от 3% до 5% стоимости авто при первой регистрации. С учетом роста продажи электрокаров увеличится и отчисление. Также с увеличением парка электрокаров будет уменьшаться потребление импортного дизтоплива и расти потребление отечественной электроэнергии. Увеличение потребления в ночное время будет выравнивать энергобаланс страны. Государство сэкономит на утилизации излишков генерированной энергии и все вместе полностью компенсирует отмененные налоги. Снижение цен на электромобили – первый шаг в создании индустрии экологических авто в Украине, уверен профильный министр. В Мининфраструктуре разработали комплексную программу развития на 15 лет. Будущее за производством электрокаров в Украине. Первый шаг – мы создаем рынок потребления. Дальше будет введен комплекс льгот для развития производства запчастей, литиевых батарей и полноценной сборки электрокаров в Украине. Инвесторы ждут этой программы. После ее утверждения, думаю, мы можем ожидать несколько миллиардов долларов инвестиций. К примеру, в Польше один из производителей инвестирует более миллиарда долларов в строительство новой фабрики по производству батарей для электрокаров. Эти инвестиции могли быть в Украине. Программу развития рынка автомобилей украинский парламент должен утвердить до лета. Прогнозируют Мининфраструктуры. Электрокары в Украине станут самыми дешевыми в ЕС. Оксана Прыжко, Дмитрий Борщ, ЮЭТВ.